Меня зовут Аня, у меня есть младшая дочь София, которая уже 2 годика. Родилась София абсолютно нормальным ребёнком, 9 баллов по шкале Абгар, развивалась наравне со сверстниками, сели, пошли мы, примерно как и другие детки. После годика она уже знала, где носик показывала, где ротик, как делать собачка, махала пока-пока, очень контактный ребёнок, зрительный контакт был. Всё было замечательно, не вызывало никаких опасений, сомнений. После полутора, год и семь, год и восемь, начало это всё как-то незаметно угасать. И год и десять мы уже начали бегать по врачам, потому что отсутствовало понимание обращённой к ней речи, зрительный контакт, был в процентах 30 только случаев от желаемого. А не отзывалось на имя, странностей появилось очень много. Врачи нам поставили синдром гиперактивности, дефицита внимания и также намекнули, что у нас есть симптомы расстройства аутистического спектра. На данный момент из странности у нас то, что мы не хотим играть с детьми на площадке. Дети к Софии подходят, она от них отворачивается, убегает. На площадке в принципе не любит гулять, разве что на качеле может кататься минут 10-15, просто ну вот не слазя. И на горочку мы можем подняться по ступенечкам и спуститься. Съезжать горки мы не хотим, только по ступенькам вверх-вниз. В площадке мы минут 5 погуляем и в принципе убегаем. Прямо по дорожке бежим, не оборачивается жизнь. Бежит мама сзади, нету мамы, есть. София просто бежит вперед, не реагирует на команду стоп, опасность, нельзя. То есть не обращает на это внимания. Единственное, на что обращают, это когда я говорю машина, она незамедлительно отходит в сторону, смотрит по сторонам, где же эта машина и когда она проезжает, она обратно выходит на дорожку. Из игры у нас на улице это палочки, камушки, ну с игрушками, с детьми мы не особо играем, в песочке разве что. Так, в новом помещении у нас крик начинается, мы пытаемся найти выход. Если это гости, например, то минут через 10 она успокаивается и в принципе потом осваивается, чувствует себя уже нормально. Если это какая-то поликлиника, где нету ничего особо интересного и все как-то так страшно, наверное, ей, то крик не успокаивается, она продолжает искать выход из этой поликлиники, убегать оттуда. Сон, со сном у нас были проблемы до того, как мы сели на безглютеновую диету, мы ночью могли проснуться в 3 часа ночи, в 4 утра и час-два не спать. То есть не плакать, не кричать, просто не спать. Лазить по кроватке, ходить по комнате, идти в другую комнату, темноты не боится абсолютно. Потом засыпала, как ни в чем не бывало. Сейчас состояние улучшилось, стабилизировалось, но она спит очень мало. Ночью не просыпается, но может проснуться в 5 утра, в 6 утра. Несмотря на то, что достаточно поздновато легла, там в 10, в 11, в пол 12 ночи. Может бегать по комнате, это ближе к вечеру обычно происходит, ну, такая бесцельная беганье. Можно, конечно, ее отвлечь на что-то, но побегать любит туда-сюда, туда-сюда. Кружится вокруг столба, может, но в последнее время практически этого нет. Кружилась раньше, сейчас пошло на спад. Смех без причины бывает, может смотреть в одну точку, как будто задумалась и начать смеяться. Громко, так заливисто. Мультики любит смотреть одни и те же. То есть, выбрала себе 2-3 мультика, которые она любит. Остальные, если включаешь, 2 минутки она уходит. Ей неинтересно, видимо. Рисовать очень любит. Где вот видит ручку, карандаш, краски сразу тут же берет, рисует линии, кружки с большим удовольствием. Хорошо кушает. С новыми продуктами у нас нету проблем. С аппетитом тоже, слава Богу, нормально. Никаких аллергий вроде бы мы не наблюдали. С горшком у нас есть проблемы. Мы его не воспринимаем никак. Если я пытаюсь его посадить аккуратненько, легонько, то есть, начинается тут же крик. Ноги держатся ровными, спинка ровная. То есть, усадить невозможно. Да, никаких негативных моментов не было с горшком. И никто никогда не заставлялся, его не садил. На носочках иногда ходит. Очень редко, но может пройтись на носочках. Да, босиком это заметно. Может задуматься, смотря, например, в окно в одну точку. Замечтаться, ну, прям вот как взрослый человек, да, вот задумалась. Что еще стало из того, чтобы странно. Это, может, для меня, кажется, начитавшись уже с апптомов, что это странно. А может, это и нет. Любит стоять на четырех точках. Руки, ноги вниз головой. То есть, попа кверху, а голова практически на уровне пола. И вот так вот смотрит, выглядывает у себя между ног. И смотрит на мир вверх ногами, получается. И также заснуть у нас проблема, если это новое место. Если мы едем к бабушке, например, в гости, остаемся там ночевать, то она не может улечься ей. Она пытается, потом опять встает, ходит до часу, до двух. Ну, дома такого не бывает. Дома уже привыкли мы, хорошо ложимся спать. Минут десять-пятнадцать, и мы, в принципе, спим, если уже устала и пора. А в гостях прям проблема. Из положительного за последнее время то, что стала махать пока-пока, говорить папа в это время, но не конкретно к человеку, который уходит. Например, бабушка уходит, скажи пока-пока, Соня. Она не говорит, не машет, но просто вот среди дня зеркало может себе помахать папа-папа-папа. Или просто так ходить махать. Бесцельно получается. Повторять стала за мной в стишке «Гуси-гуси». Она говорит «Га-га-га», если хотите, она говорит «Да-да-да-да-да». Вот, и начал присутствовать указательный жест, но очень редко. Когда «Прошу, покажи на что-то», не покажет. Но вот сама произвольно может уже показать. Например, курочку, если мы увидели на улице, в чужом дворе курочку. На машину, на какую-то интересную. Изредка начал появляться жест. Вот, ну, пока так. Продолжение следует.